Начинаем литературную передачу. Уже после выхода в свет первой повести «Я, бабушка, Ильико и Илларион» Думбадзе завоевал необыкновенную популярность. Затем последовали романы и повести «Я вижу солнце», «Солнечная ночь», «Не бойся, мама», сборники рассказов, другие произведения. Надар Думбадзе был лауреатом премии Ленинского комсомола Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели за роман «Белые флаги». А за роман «Закон вечности» писатель был удостоен Ленинской премии. Мягкий лиризм, постоянное переплетение трагического и комедийного, вера в победу добра и света – лейтмотив всех романов и рассказов писателя. Даже самые драматические сюжеты у Думбадзе полны оптимизма, беспредельной веры в человека. Глубокие самобытные характеры, образный и сочный язык, неиссякаемый юмор его произведений – все это создает прекрасный и неповторимый мир, в который читатель входит с доверием и любовью. Впрочем, давайте послушаем рассказы Надара Думбадзе, написанные в 60-х годах. Первый рассказ – «Генеральная репетиция». Мы с Нукзаром вместе сидели на последней парте, вместе сдавали переэкзаменовки. Все это было 15 лет назад. С тех пор, целых 15 лет, я его не видел. С сильно бьющимся сердцем поднялся я на четвертый этаж его дома и надавил на кнопку звонка. Ох, чтобы у тебя руки особо! И когда ты отучишься, ты звонишь, как сумасшедший! Я поспешно отдернул палец от кнопки и покраснел. Дверь открыла белокурая девчушка лет 6-7. Я удивился. Нукзара Монатадзе. Здесь живет девочка? Это мой папа. А я дядя Шота, папин товарищ. Как хорошо! Мамука, как хорошо! Пришел папин товарищ, дядя Шота! Девочка крикнула кому-то и помчалась в комнату. Я за ней. В ноги мне бросился мальчишка лет 7-8. Дома вашей папочка и мамочка? Нет. Но они скоро придут, дядя. А вы что делаете? А мы играем в дом-дом. Вот я папа, а мзи, мама. Играйте, деточки, играйте. Закурив папиросу, я углубился в размышления. Интересно, как выглядит Нукзар? Как он устроился в жизни? Счастлив ли? Вдруг я услышал слова, от которых у меня на голове волосы встали дыбом. Эй ты! Что у тебя там сегодня на обед? Петушиные яйца и козлиное молоко. Разве ты мне что-нибудь оставил? Что требуешь? Ты еще не отучилась мне держить? Ну, конечно. Тебе и горя мало. Пойдешь в ресторан и нажрешься там, а о нас и не подумаешь. Мой лоб покрылся испариной. Ты с ума сошла, несчастная. Не могу я больше это терпеть. Уйду к матери и заберу детей. Ты их не увидишь, как собственных ушей. А я загляну в зеркало и увижу собственные уши. Чтоб ты заглянул в гроб и увидел собственную смерть. Мзия, схватив две куклы, направилась к дверям. Меня пробрала дрожь. Эй, куда ты, женщина? Какое тебе дело? Говори, куда идешь не то? Знаешь, я тебя свирепею и переломаю здесь все. Что тут еще осталось ломать? Дикарь я так и все уже переломал. Оставь детей. Я сама убирайся на все четыре стороны. Как бы не так. Черта с два оставлю тебе детей. Ну, хорошо. Оставь хоть сына. Нет, говорю. Нет, нет, нет. Оставь сына или я за себя не отвечаю. И он запустил в девочку мутакой. Как ты смеешь, изверг несчастный, поднимать на меня руку от тебя? Она хватила брата куклой по голове. Я понял, что медлить больше нельзя и бросился между ними. Как вам не стыдно, дети? Разве это игра? Ах, оставьте меня. Неужели вы, соседи, не знаете, что за деспот у меня в доме? Он погубил мою молодость. Из-за него я пожелтела и уфяла, как цветок. Взгляните, на что я стала похожа. Мзия причитала, потирая руками свои румяные щечки. Не верьте, не верьте этой фурии. Успокойтесь и замолчите. Дети испугались и вмиг притихли. Придя в себя, я заставил детей поклясться, что они никогда впредь не станут играть в такую гадкую игру. После чего, пошатываясь, как пьяный, я вышел из квартиры Нукзара. О, как изумительно построил свою жизнь мой друг! Какую восхитительную семью он создал! Думал я, шагая по улице, и все еще видел перед собой раскрасневшиеся мордашки мамуки и мзи, у которых теперь, вероятно, идет генеральная репетиция «Бог знает, какого действия семейной драмы». Исполнители – артисты Галина Иванова, Инна Алабина и Артем Карапетян. «Ровно в восемь» – так называется следующий рассказ Нодара Думбадзе. Думбаддс! Думбаддс! Денгиз, не забудь, ровно в восемь. Хорошо, Виола, в восемь буду. Восемь буду. Восемь буду. У меня дома стоит патефон, выпущенный артелью антибуржуй в 1928 году, которым Мопр наградил моего отца. Ну и что? Разве это хорошо? Мои друзья, побывавшие в Европе, по утрам пьют турецкий кофе с коньяком Грэмми, а я продолжаю завтракать грузинским чаем с вареньем и кооперативным сыром. Мои товарищи носят такие узкие брюки, что необходимы два помощника, чтобы стянуть их. А мне стоит расстегнуть пояс, брюки сами спадают вниз. Вы скажете, что это хорошо. Плохо. Но я питаю надежду, что после опубликования этого рассказа я и вы несколько изменимся. Ибо каждое литературное произведение имеет определенное воспитательное значение и для самого автора, и для его героя. Грэмгиз, ровно в восемь! Это Виола кричит. Ее я встретил перед домом связи. Оглядев меня с ног до головы, она улыбнулась так, как улыбаются женщины, когда жалеют мужчины. Потом она спросила меня. Ты свободен сегодня вечером? Да, а что? Тогда смени этот мешок на какую-нибудь приличную одежду. Побрейся и приходи ко мне. А в чем дело? До встречи! Хорошо, до скорой! Когда ты приглашен на ужин, боже, сохрани идти туда, достанавшись. Большую глупость трудно себе вообразить. Правда, и в полуобморочном от голода состоянии тоже не следует идти. Идти надо просто здорово голодным. Воспитанный на этих традициях, я ровно в восемь часов вечера был у Виолы. В гостиной Виолы царила юго-западная Европа. Едва завидев меня, Виола всучила мне свою подругу. Под звуки на редкость минорного блюза я с девушкой выплыл на середину комнаты. Она танцевала изящно и грациозно, и старалась глядеть мне в глаза. Он танцевал неуклюже и тяжело, и избегал моего взгляда. От нее исходило благоухание французских духов Котти. От него несло авиационным бензином. «Как вас зовут?» Спросила она, овеяв меня дымком сигареты с фильтром. «Меня Тенгиз Арвас». Спросил он, обдав меня черным дымом примы. «Меня Татья. А вы бывали в Европе?» «Нет. А вы?» «О, я вокруг». «Почему же? Внутрь вас не пустили?» «Шарман». Она улыбнулась и надавила пальцем мне на нос. «А он провел рукой по моим волосам». «Вы красите волосы?» «О, нет. Они у меня выгорели на море. А вы?» «Что я?» «Почему у вас такие черные волосы?» «Почернели на черном море». «Шарман». Она снова подняла указательный палец, чтобы надавить мне на нос. Но блюз отзвучал, и он в знак благодарности даме поклонился. И ее палец попал мне в лоб. «Татья, Тенгиз, присаживайтесь. Сейчас будем пить кофе». Мы с статьей уселись в кресло. Салонный разговор завязал сидевший напротив меня Шио. «Вы читали стихи Мираба Пхаладзе?» «Как? Уже вышли?» «Я с ума схожу по этому парню. Он напоминает мне французские миниатюры». «А как фамилия того, что пишет хорошие рассказы, его не печатают?» «Таких сколько угодно. Ты, Лулу, о котором говоришь?» «Ну, вот тот, что ходит небритый, нечесанный, в распахнутой до пупа сорочке. Он пишет очень абстрактные вещи в конкретном виде». «Читали последний роман «Абдайка»?» «Я просмотрел. И, правда, сказать, в чем-то где-то он очень такой... В принципе, мне больше нравился тот. Как его?» «Ну, по которому фильм потом сняли. Там ловят очень большую рыбу. У него борода. Ну, у которого ружье случайно выстрелило». «Хемингуэй». «Точно, Хемингуэй». «Хемингуэй». «Тут вошла мать Виолы, тетя Каленти. И поставила на стол между крохотными с наперсток рюмочками коньяк». «Ах, коньяк! Музыку, музыку! Включи, Лулу!» «Да нет же, вправо!» «Ах, коньяк! Кстати, что вы скажете о ремарке?» «Татья, испытующая, сощурив глаза, оглядела присутствующих. О ремарке все единодушно сказали, что он очень много пишет о коньяке, что он чем-то где-то похож на того, ну, как его, который написал тоже про то, как очень много пьют там, в Испании, где женщина пьянется и дерутся с быками. Вот чем-то ремарк похож на него. Потом Бино поделился со мной своими парижскими впечатлениями. «Ты не бывал в Париже?» «Нет, не бывал. Я устыдился, ибо не только в Париже, но и в Москве не бывал». «Эх, девушки, вы помните, когда мы проездом из Стокгольма в Копенгаген были в Париже?» «Ох, Бино!» «Прямо из гостиницы мы помчались в универмаг, который около Лувра. Бомарше!» «Бомарше!» «А потом?» «Потом, потом я спрашиваю продавца, есть у вас нейлоновые сорочки?» «Да, точно!» «Кеске ву вуле?» «Спрашивает меня продавец». «А что это значит?» «Ты думаешь, я знаю?» «Я ему твержу сорочки, сорочки», «А он опять вас волен зи?» «Я ему по слогам сорочки!» «А он опять уздуй у лайк!» «И смотрит на меня, как болван». «Неужели они не говорят по-русски, эти обормоты?» «Ну откуда продавцу знать русский?» «А, стыд какой!» «Да, прямо умер он от стыда!» «Как бы не так, им ничего не стыдно!» «Ну а потом, что потом?» «Ну что потом, что потом?» «Пока мы не разодрали на себе сорочки, он не понял, чего мы хотим!» «Так, ведь это было девушки!» «Как я удивляюсь, как назначают продавцами людей, которые не знают хотя бы пяти языков!» «Потрясающе!» «Удивительно!» «Прошу, встану!» «Шио наполнил наперсточки, Виола принесла каждому по чашечке кофе, и пять человек одновременно протянули руки за тонюсенькими ломтиками кекса» «О, простите!» «Кекс вмиг исчез!» «Принесли вторую порцию!» «О-о-о!» «Ну, пожалуйста, возьмите!» «И мне ломтик!» «От кофе исходил божественный аромат!» «Хикача ноздри, мощной струей врывался он в голодный желудок!» «Да здравствует искусство!» «В том аспекте, который оказывает на нас большое, это самое!» «Как его?» «Конечно, интеллектуально!» «Браво!» «Провозгласив тост и опрокинув рот на персток, Шио закатил глаза!» «Ах, Пикассо!» «Простонала Татья, разводя руками и проглотив коньяк, тоже закатила глаза!» «Пикассо!» «Да-да!» «Представляете!» «Ведь он уже старый, но все-таки рисует!» «Ах, его нищий!» «Вздохнула Виола!» «Ах!» «Лулу тоже вздохнула, но ничего не сказала, только покачала головой!» «Вы напоминаете, мол!» «И тут же схватила последний кусочек кекса!» «Виола, будь добра, еще кофе!» «Я чуть не подавился слюной и с мольбой посмотрел на Татью, хватит, мол, не своди меня с ума!» «Эх, Европа, Европа, войдешь в кафе, дорогие мои, а хлеб, где он? Нету!» «Посмотрите на Бордо, Сильвану, покойную Мерлин Монро, а Софи Лорен...» «Цивилизация, милая, цивилизация!» «Нет, это было уже слишком! При упоминании о хлебе язык у меня окостенел, все павловские рефлексы разом обрушились на мои лимфатические слюнные железы!» «Нет-нет, я уже не владею собой!» «Хлеб! Хлеба!» «Что?» «Кусочек хлеба с сыром, если ты не хочешь моей смерти, я пришел голодный!» «Хорошо, сейчас посмотрю, что есть на кухне!» «Слышите, как они насмешливо и возмущенно зашептались!» «Ну вот и прибежала Виола, принесла одеревеневшую горбушку хлеба и окаменелый кусок сыру!» «Извини, Тангиз, обеда мы не готовили, я даже не думала, что...» «Ну что ты, что ты, Виола!» «Смотри, баба, ну смотри!» «Я уплетал за обе щеки принесенный хлеб!» «Татия стала невмоготу глядеть на меня, она встала, подошла к магнитофону!» «Но когда хлеб и сыр были наполовину съедены, Татия подсела ко мне» «Очень сухой хлеб!» «Так себе!» «Ну-ка, покажи мне!» «И я протянул ей остаток хлеба, она изящно вгрызлась в него!» «Ничего подобного, совсем даже не сухой!» «Отлави кусочек сыра!» «Пожалуйста!» «Правда хлеб не сухой?» «Дай-ка мне попробовать, Татия!» «Смотри, правда не сухой!» «Да неужели, неужели, ну-ка!» «Однако хлеба для пробы больше не оказалось!» «Виола, дорогая, посмотри, пожалуйста, может на кухне есть еще хлеб, а?» «Да, ну смотри, что мне делать, ребята!» «У нас больше нет ни кусочка!» «В кастрюле валяются какие-то объедки для коровы нашей молочницы!» «Слушай, давай-ка их сюда!» «Корова вашей молочницы подождет!» «Шио, Шио, помоги Виоле!» «Вот, вот она, эта кастрюля для коровы молочницы!» «Ну-ка, отломите мне тоже кусочек!» «Виола, посмотри-ка, может и сыр найдет!» «Виола, может, редиска или чеснок где-нибудь заваляется?» «Чеснок вот здесь, вот он!» «Ребята, тихо-тихо! Кемалий!» «А лук, лук там есть и соль давай, соль давай!» «Ой, дай Бог тебе здоровья, этот Кемалий мертвый, воскреси!» «Что с тобой?» «Постучи мне, тынгин, по спине в горле, что ты застрял!» «А может, у тебя хоть бутылочка вина найдется, Виола?» «Есть, но оно немного кислит!» «Да ничего, 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 давай его сюда!» «Наполни, пожалуйста, чайные стаканы!» «Ну, будь человеком!» «Я тебя очень прошу, убери эти наперстки!» «А что делать с кофе?» «Остуди его и спрячь для коровы молочницы!» «Кофе прибавляет калорий!» «Я наполнил вином чайные стаканы!» «И тут тетя Каленти совершила чудо, перед которым померкли все чудеса, сотворенные Христом в пустыне!» «Она вошла и положила на стол шипящие румяные хачапури!» «А сама скромно уселась в уголочке!» «Хачапури, а?» «Румяные хачапури!» «Слышите, как оно шипит!» «Ну, кому первым!» «Эть, так не пойдет тетя Каленти?» «Вы чего там уселись в уголочке?» «Слышите!» «Выключи Бога ради этот магнитофон!» «Теперь я действительно начинаю кутеж!» «Дебилиси нет у вас?» «Дебилиси?» «Нету!» «Бино, но есть народная песня!» «Валяй, валяй, черт ее побери!» «А ну, ребята, давайте-ка выпьем со здоровьем и благополучием тете Каленти!» «Роли исполняли артисты Эльвира Бруновская, Земфира Цахилова, Виктория Лепко, Владимир Сулимов, Михаил Львов, Леонид Евтифьев, Владимир Толкунов. Юмористическим рассказом Нодара Думбадзе «Лучше помолчим» мы заканчиваем нашу передачу. Вероятно, не всем современным дамам известно, что на какой-то низшей ступени развития нашего общества мужчина не был равен женщине. Это помрачение человеческого разума относится к тому проклятому периоду истории, когда женщина выступала на правах мужчины. А мужчина на правах женщины. И это-то именовалось матриархатом. В те времена понятие «старая дева» не применялось к женщине. А вот засидевшихся в невестах уродливых и хромых юношей родители путем всевозможных обманов и шантажа навязывали доблестным женщинам деревья. К тому же существовало похищение юношей, насилие и, представьте, даже физическое оскорбление. Не лишним было бы вспомнить эпизодик из этого постыдного, позорящего нас исторического прошлого. Давайте вспомним. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Территорию деревни Пещеретти освещали лунные лучи. Примерно так, как освещают теперь. На приусадебном участке родителей юношей невесты было тем не менее темно. Перед самой пещерой дремал на цепи ихтиозавр кавказской породы. А на калитке красовалась устрашающая надпись «Во дворе злая собака». В этот самый двор бесшумно вошла черноглазая рослая дева с разметавшимися по могучим плечам и груди каштановыми волосами. Ихтиозавр навострил уши, грозно зарычал. Но узнав вошедшую, ласково кинулся ей в ноги, стуча по земле хвостом. Дева-жених, заложив в рот четыре пальца, протяжно свистнула. Из пещеры послышался шорох, шум, потом заскрипела дверь и по двору скользнула изящная черная тень. Тень боязливо огляделась и скрылась в зарослях какого-то ныне выродившегося кустарника. Они молча пошли по берегу океана. Приблизительно там, где ныне в результате длительных геологических и вулканических процессов возвышается Кавказский хребет, влюбленные уселись в лодку. Теплый муссон ласково целовал нежные усы и бородку и окинте. Лодка едва колыхалась на волнах, ибо океан в те времена был удивительно тих и спокоен. Субтитры создавал DimaTorzok Кавказский хребет Не бойся ничего! Я поселю тебя среди чудесных камней. Ой, я боюсь, ой, боюсь! Да рядом со мной тебе нечего бояться! У меня кинжал! Что ты делаешь? Нинезя… Не смей меня целовать, слышишь? Пока мы не распишемся, не смей! Только один поцелуй! Нет, нет, нет и нет! Все вы сначала просите один поцелуй, потом два, потом сотню. Все вы, женщины, одинаковы! На рассвете они высадились на безымянном острове. Каменным топором высекли на скале свои инициалы, оформили документы. И начали семейную жизнь. Немного спустя родители и Акинте, как водится, примирились со всем происшедшим. Дали ему в приданые две каменные тахты, шесть валунов для изголовий, одну корзину, наполненную листьями смоковницы, белье и прочие принадлежности туалета. И закрутилось колесо их жизни. Ксения ходила на охоту. И Акинте смотрел за детьми, готовил пищу. Но, увы, счастье оказалось недолговечным. И Акинте изменил Ксении. Опозорил меня, да? Это ложь! Ложь! О, ужас! Перепуганный Акинте поспешно наступил ногой на листик смоковницы, забытый в попыхах возлюбленной. Муж я тебе или кто? С налитыми кровью глазами Ксения обнажила каменный топор. Убей меня! Убей! Не хочу больше так жить! Я тоже человек. Человек или, может быть, что, я уже не человек, да? Ты целыми днями шатаешься по лесу, а для меня уже не существует ни кино, ни театра. Будь проклят тот день, когда мы, мужчины, вашими рабами родились на этот свет. Ну, чего тебе не хватает? Почему ты мне изменяешь? Всего мне не хватает. Шубу я тебе принесла? Да, принесла, правильно. А потом спья она сама же и порвала ее. Кто? Я порвала твою шубу? Да. О, ничтожество! Мужчина тебе имя! Да не мужчина, а женщина! Но теперь вы понимаете, что, в конце концов, мы, мужчины, в один прекрасный день подняли голос и потребовали уравнять нас в правах с женщиной. Правда, произошло это не сразу. Потребовались целые эпохи и века, но согласие было достигнуто. Да, и мужчина, наконец, стал равен женщине. Дальнейшие события развернулись так, что мужчина добился привилегированного положения. И тут началась новая эра в истории человечества – патриархат. Все началось сначала только наоборот. Теперь угнетаемыми оказались женщины. Долго они мучились и страдали. Потом начали бороться и в один прекрасный день добились своего. Стали равноправными с нами мужчинами. И этот счастливый день был объявлен праздником. А нам, мужчинам, когда мы во времена ООНы добились своего равноправия, не хватило ума на то, чтобы тоже объявить этот счастливый для нас день ежегодным праздником. Совершенно ясно, как женщины добились равноправия. И яснее ясного, что мы, мужчины, сыграли огромную роль в этом благороднейшем деле. Однако я с трепетом и со страхом наблюдаю порой за некоторыми женщинами, в которых иногда заговаривает голос крови их гордых и грозных предков. Эти некоторые женщины открыто нарушают законы равенства. Вот, к примеру, эпизод из современной жизни. Чего тебе еще надо? Почему ты пьешь мою кровь? Холодильник у тебя есть? Есть. Стиральная машина есть? Есть. Телевизор я тебе купил? Купил. Чего тебе еще надо? Гроб мне надо, чтобы уложить тебя в него и похоронить. Но почему? Зачем? Затем. У Нателлы муж есть? Есть. Муж ее стирает белье? Стирает. За детьми смотрит? Смотрит. Обед готовит? Готовит. Посуду моет? Да. Ревнует ее? Нет. Пьет? Нет. Курит? Нет. А как называется такой муж? Розиня и тряпка. Розиня и тряпка – это ты. Дорогие женщины, не замечаете ли вы в этой очаровательной сцене тенденции к восстановлению утраченного вами господства? К сожалению, нас, мужчин, это явно не устраивает. Более того, дорогие женщины, эта тенденция с каждым днем становится все более угрожающей. Этого уже не вынести. Умоляю вас, не стремитесь поставить нас в то позорное положение, в котором мы пребывали несколькими эпохами ранее. Останемся по-прежнему равноправными, иначе все начнется сначала. Будем жить мирно, распределим поровну семейные обязанности, мы будем дарить вам на 8 марта подарки, а вы пеките для нас разные вкусные вещи и так далее и тому подобное. В конце концов, наше право на все это закреплено Конституцией. Короче говоря, вы молчок. И вы молчок. Помните, дорогие, что мужчина и женщина равноправны. Помните, дорогие, что женщина и мужчина равноправны. Роли исполняли Ростислав Плят, Людмила Шапошникова, Анатолий Баранцев, Сергей Цейц, артисты Этель Ковенская и Галина Жданова. Вы слушали инсценированные рассказы грузинского писателя Нодара Думбадзе. Передача подготовлена Литературно-драматической редакцией.